Раз, два, раз и... И выше терзаний растет градиент, И в каждом профессоре дышит Спаливший вольтметр студент. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 при этом я напомню что потенциальная энергия определялась с точностью до константа которая зависела от того какую начальную точку мы выберем это значит что скалярный потенциал тоже определяется с точностью до константа если мы нашли какой-то скалярный потенциал который восстанавливает поле удачи Продолжение следует... 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 как-то вот так здесь он 0 тут он маленький и дальше он больше 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 еще больше а здесь он в эту сторону маленький больше больше но я нарисовал его только вдоль оси x его надо во всем пространстве но если сильно пофантазировать то нетрудно понять что годится и второй потенциал а2 такой минус b с ноликом y 00 но действительно тогда это слагаемая 0 а если мы иксовую компоненту дифференцируем по игрек и учитываем два знака то получается плюс такое тоже решение годится если нарисовать такой векторный потенциал так он будет смотреть вдоль оси игрек и в отрицательных игрек он в положительную сторону смотрит он вот такой вот так так а здесь он вот такой это как же у нас такие два разных векторных потенциалов то получили да понятно что они получились разными у нас же векторный потенциал определяется с точностью деградиентного преобразования но если так то годится и полусумма векторных потенциалов если я возьму векторный потенциал а12 равный 1 2 а1 плюс а2 то ведь тоже все получится каждый из них даст по половинке b с ноликом здесь и получится 1 2 минус b с ноликом y b с ноликом x 0 такой потенциал тоже годится а как он выглядит что будет если к такому векторному полю прибавить такое вектор смотрите здесь на оси игрек всегда векторный потенциал сюда смотрят или обратно а на оси x всегда вот так смотрят а если сложить да крутится он будет вот так он будет себя вести векторный потенциал крутится вокруг линии магнитного поля кстати чуточку пофантазировав нетрудно понять что векторный потенциал в данном случае равен 1 2 вот только надо сообразить что на что надо умножить r на b или b на r ну давайте на удачу напишу r векторно на b давайте проверим это будет 1 2 1 2 2 x e y e z x y z 0 0 b с ноликом так и тогда у меня при x компоненте будет 1 2 b с ноликом на y со знаком не угадал у меня со знаком плюс а надо со знаком минус поэтому минус минус поэтому правильно будет 1 2 b векторно на r ну а теперь очень хочется проверить так ли это мы тут много чего навыдумывали давайте-ка посчитаем b теперь b должно равняться ротору а или должно равняться ротору половинки векторного произведения b на r половинку можно вынести и получается нечто угрожающее набло векторно на векторное произведение b на r друзья мои это забавная комбинация поскольку векторное произведение это определитель 3 на 3 но там стоит еще одно векторное произведение поэтому у нас получается определитель в каждой строке которого будет стоять еще один ну это уже так солидно но к счастью можно попытаться все упростить поскольку для двойного векторного произведения есть хорошая формула бац минус цап давайте мы и попробуем воспользоваться половинку оставим бац это b на скалярное произведение наблы на r то есть на дивергенцию r минус цап минус r на скалярное произведение наблы на b понятно что теперь надо посчитать дивергенцию r но это очень просто дивергенция r это есть e x d по d x плюс e y d по d y плюс e z d по d z и это скалярно надо умножить на вектор r который тоже можно разложить по ортам это будет e x на x плюс e y на y плюс e z на z а теперь понеслись перемножать когда у нас стоит e x и e x то надо x продифференцировать по d x это будет единичка когда первое на второе скалярное произведение e x на e y даст нам ноль первое на третье будет ноль второе e y на e x ноль а вот e y на e y будет d y по d y это единица и так же будет единица от d z по d z и того господа дивергенция r равна трём что же касается дивергенции b поскольку мы выбрали постоянное поле b то его сколько ни дифференцируешь всегда будешь получить ноль константности дифференцируем ноль правда очень скоро мы с вами узнаем что для любого поля его дивергенция равна нулю но для постоянного оно уж точно ноль поэтому это у нас ноль это у нас тройка и мы с вами получили замечательный результат я вас поздравляю b равняется 3 вторым b отсюда 3 вторые равно единице ну и дальше идут далеко идущие результаты господа вам домашнее задание разобраться в чем дело чтобы больше таких ошибок не повторить откуда взялось откуда взялось ну вектор r в разложении по органам у него есть пространство направить куда угодно и господа дело же не в этом дело в том что набло это не только вектор это и команда продифференцировать а когда вы дифференцируете произведение вы обязаны дифференцировать сперва первый сам множитель а потом второй и некорректность была сделана в другом когда я стал считать вот эту штуку я в первом слагаемом набло и пытался r продифференцировать а в ЦАБЕ набло и пытался b продифференцировать на самом деле надо делать не так поскольку здесь произведение то по правилам дифференцирования произведения надо сперва дифференцировать Первый сомножитель, а потом второй. То есть надо было написать так. Набла, которая хочет сейчас продифференцировать первый сомножитель. Это обычно вот так рисуют. Плюс, а теперь Набла, как обычная операция дифференцирования, хочет первый сомножитель оставить в покое, а дифференцировать второй сомножитель. Как только мы стали рисовать стрелочки, дальше будет всё нормально. Теперь можно пользоваться БАЦ минус САБом. И тогда первое мы напишем так. БАЦ – это B на результат скалярного произведения Набла на R, но Набла при этом, умножаясь скалярно на R, хочет дифференцировать B. Это означает, что мы Набла формально должны умножить на R, а потом тем, что получится, подействовать на B. Минус САБ минус R на Набла B, которая хочет дифференцировать B. Плюс здесь БАЦ – это B на А на C на R, и Набла хочет дифференцировать R. Минус САБ – это R. Набла скалярно на B, но хочет дифференцировать R. Ну, поскольку B у нас константа, то сколько ни дифференцируй B, будешь получать всегда нули, поэтому это и это всегда ноль. Ну, а здесь давайте это перепишем в более привычной виде. Ну, первое – это всё хорошо. Это будет 3B, потому что дивергенция R – 3. А вот это надо переписать следующим образом. Математик придёт в ярость от такой записи, как это оператор пишется после функции, на которой он действует. Специально для математиков я это напишу так. Во-первых, в скалярном произведении можно переставить со множителя и написать следующее. B скалярно на Набла, и это всё вместе действует на R. Ну, тогда здесь будет 3B минус... Если я B умножу на Набла, у B у нас есть только одна компонента – Z. Поэтому при таком перемножении у нас будет B на Z компоненту оператора Набла – D по DZ. И эта штука должна дифференцировать вектор R с компонентами R, X, Y, Z. Если теперь мы начнём дифференцировать и результат дифференцирования умножать на B, мы получим X, дифференцируя по Z, мы получим 0. Y, дифференцируя по Z, мы получим 0. А Z, дифференцируя по Z, мы получим 1. И умножить на B мы получим вот такую штуку. Или мы получим 3B векторно минус B умножить на вектор 0,0,1. А это EZ. Но B умножить на единичный вектор EZ – это есть вектор B. Поэтому получилось 3B минус B. Получилось 2B. Ну, а поскольку у нас там ещё была 1,2, это всё вышло. Господа, не забывайте, пожалуйста, что Набла – это операция дифференцирования. И когда возникают подобные, пренеприятнейшие ситуации, рисуйте стрелочки. Иначе вы насчитаете всё, что угодно, кроме правильного. Надо сказать, что некоторых традиционных математиков такой стиль писания формул приводит в ярость, а физики спокойно пишут операции дифференцирования после того, что надо дифференцировать. Более того, рано или поздно в физике появится квантовая механика, в которой будет сказано, что каждой физической величине соответствует эрмитовский или самосопряжённый оператор. Это будет так, в том числе оператор дифференцирования там может быть. Это будет такая интересная штука, что результат его действия вперёд будет совпадать с результатом действия назад. Это один из постулатов квантовой механики. Так что для физики писать команду, что-то сделать после того, на что действует эта команда, это совершенно нормальная вещь. Хотя некоторых математикам это злит. Но в защиту физиков могу сказать только одно. Теорию эрмитовских операторов придумывали не математики, а физики, потому что она им понадобилась. А математикам на это не хватило фантазии. Но теперь-то, конечно, это раздел математики. О, в курсе. Ну, когда мы познакомились с векторным потенциалом, возникает последняя идея. Хорошо бы узнать, как устроен векторный потенциал точечного заряда. Но посмотрите. У нас вся магнитостатика отличалась от электростатики домножением на безразмерную скорость. Есть чертовски соблазнительная идея сказать, что эта вещь равна заряду делить на расстояние умножить на безразмерную скорость житого заряда. Есть такая гипотеза. Господа, это гипотеза. Гипотезу надо проверять. Чтобы проверить эту гипотезу, давайте посчитаем ротор такой штуки. Ротор ожитое. Это все равно, что ротор. Кужитое на Р минус Ржитое на Вжитое делить на С. Обратите внимание, что набло действует на функцию от модуля Р. Когда-то давно-давно, когда мы говорили о градиенте, предусмотрительный Александр Сергеевич сказал вам, докажите, пожалуйста, теорему, что действие оператора набло на любую функцию от модуля Р сводится к умножению на единичный вектор, смотрящий вдоль Р, на производную этой функции по модулю Р. Я уверен, что вы все это доказали. Сейчас мы этим воспользуемся, потому что если этим не пользоваться, мы не уйдем отсюда до 10 вечера. Поскольку у нас функция модуля, то набло можно записать следующим образом. Это будет единичный вектор, смотрящий вдоль аргумента, на команду продифференцировать по модулю Р минус Ржи, и это векторно должно умножиться на Ку-Жи делить на С, единица на модуль Р минус Ржи и на В. Но все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Ку-Жи на С можно вынести из-под векторного произведения. А теперь посмотрите. Векторно перемножается. Да, кстати, Р минус Ржи можно вынести из-под векторного произведения. Это число. И тогда в векторном у нас перемножается этот вектор на этот, и они не дифференцируются. А дифференцирование идет по скаляру от скалярной функции. Но скаляры можно вынести из-под знака векторного произведения. Поэтому я вынесу сейчас из-под знака векторного произведения команду продифференцировать по модулю и ту функцию, которую надо дифференцировать. Это модуль Р минус Ржи. А под векторным произведением осталось чуть-чуть. Вектор Р минус Ржи, который не попал под дифференцирование, умножаемый векторно на В. Ну что ж. Ну что ж. Если мы дифференцируем единицу на Р минус Ржи, мы получаем минус единица на Р минус Ржи в квадрате. И еще одно Р минус Ржи по модулю. Тут по модулю они, квадратные скобки. Тогда будет Р минус Ржи в кубе. Итого получается Кужи. Единица на Р минус Ржи в кубе. Не забудем про минус. И векторное произведение. Р минус Ржи на Вжи, деленное на С. Тут минус стоит. Сравним с выражением для магнитного поля точечного заряда. Тут у нас Р минус Ржи на В, а здесь все наоборот. Но заметьте, что здесь появился минус. Если этот минус мы спрячем в векторное произведение, мы получим именно эту величину. Господа, наша гипотеза оправдалась. Такой векторный потенциал восстанавливает правильно магнитное поле точечного заряда. Теперь это доказано. Если теперь это доказано, то тогда потенциал в точке Р системы зарядов, это будет сумма по всем зарядам. Кужи на Р минус Ржи. Или, если мы плохо умеем считать суммы, а предпочитаем считать интегралы, и готовы это заменить на макроскопически сглаженное распределение, это будет интеграл по многообразию, где размазаны заряды, например, по объему, ДНР, ну, либо Д3Р, либо Д2Р, либо Д1Р, в зависимости от того, заряд размазан по объему, или по плоскости, или по поверхности, на плотность заряда в обобщенном понимании, либо по объему, либо по поверхности, либо по длине, а здесь единица на Р минус Р с точностью до Сичного множителя. Точно так же векторный потенциал от произвольного распределения будет равняться сумме по всем зарядам. Да, но здесь я, конечно, забыл на всякий случай написать. Конечно, в С надо написать С мюз ноликом на 4П. Сумма по всем зарядам от QG R минус RG на VG на С. И опять-таки мы здесь перейдем к непрерывному распределению. Это будет интеграл по ДНР по объему, поверхности или длине. Ро плотность заряда в точке R на скорость заряда в точке R делить на С на единица R минус R. Но если я плотность заряда умножу на скорость, а плотность заряда – это заряд носителя на концентрацию, заряда носителя на концентрацию на скорость – это плотность тока. Итого получается интеграл по ДНР от плотности тока в текущей точке R малая, нормированной на скорость света, на единицу, на расстояние от точки наблюдения до той точки, в которой течет рассматриваемый кусочек тока. Вот так вычисляется векторный потенциал. Вы даже не представляете, каким приятным результатом мы сейчас с вами подошли в плотность. Перерыв. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...